О, святая мать, о, святая мать, о, святая мать. Месяц назад мы стали свидетелями того, как очередной двухвековой крестный ход с камнями из Подольска в Почаевскую лавру получился очень эпатажный. Людей встречали в районах с вилами, с дубинками, с коктейлем Молотова, закрывали колодцы, дворы, не пускали в села. И людям, нашим православным, пришлось обходить по 50-70 километров села и районы, чтобы их не побили. Полиция доблестно помогала, сопровождала, а другая часть полиции, конечно, прислушивалась к мнению людей. Некоторые политики от партии Порошенко, которые когда-то раздавали еду, которые участвовали в этих крестных годах, замотались бантами желто-блокитными. Как говорил Кузьма покойный, что если ты видишь вот это вот изобилие вот этих всех вышиванок и флагов, это значит там самое-самое черное, самое черное, что может быть. Но люди все-таки дошли, людей били по дороге, текла кровь, но люди дошли, и на Успение Божьей Матери люди помолились. Вы видели, как многие люди дошли до лавры, встали на колени, как это было все трогательно. И там было очень много разных вещей, связанных с тем, что некоторых людей из сел вообще не выпускали на крестные ходы, некоторых побивали. Один из организаторов этой блокады крестного хода, Иван Мурин, депутат от ВО «Свобода», накануне 27 августа, накануне Успения Божьей Матери, то есть буквально через пару дней того, как он там похозяйничал, я не злорадствую, попал в автокатастрофу на своем мотоцикле и разбился насмерть. Потом еще случилась одна вещь, это когда по запросу одного из депутатов в СБУ подтвердили и предоставили взвид о том, что крестный ход произошел без всякой провокации, и ни на одного человека не было никакого вообще подозрения. И я задаю вопрос, как так может быть, что, шановные украинцы, вы занимаетесь работой СБУ, вы бегаете за людьми, избиваете их. Есть СБУ, у которого на нас ничего нет. Но есть еще противоположная вещь. Есть люди, которые хотят в это военное время реально дестабилизировать ситуацию и навести кучу проблем в нашей стране. И подняли вопрос опять про лавры, что надо их забирать. И Алена Богдан, которая отвечает у нас за религию в стране, сказала очень классно о том, что в Киеве, во всем Киеве, в области, вообще 50 монахов ПЦУ, а у нас только в лавре 200. Плюс еще академия и остальные люди, это 600 человек. И ПЦУ элементарно, это просто уникально. Просто не сможет платить за коммуналку. И вопрос о какой-то передаче лавры не может стоять. И я себе думаю, как мне было страшно, какой на нас не напал враг, какой величины, какой мощь. Мы маленькие, хрупленькие, но мы искренне, честные, в основной массе. Мы молимся Божией Матери, мы мыкаемся. Мы пытаемся жить праведно. И посмотрите, как Господь нас явно показывает сразу. Через пару дней, как человек поднял руку на крестный ход, который шел к Божьей Матери, человек погиб. Опять я не злорадствую. Потом люди говорили, вот вы, пятая колонна, путинские сволочи, СБУ, предоставляет документ о том, что никаких вопросов к участникам крестного хода, да и вообще к украинской православной церкви нет. И то, что сказала Алена Богдана, прекрасно. Сегодня город Одесса пришел в движение, владыка Агафангел, в сослужение многих архиереев, гостей. Потом как-то нибудь расскажу, почему они здесь оказались. Молились Божьей Матери. И я вот стою из недели в неделю и чувствую вот это, что Божья Матерь с нами. И это просто прекрасно. В одном из икосов покрова Божьей Матери Акафиста говорится, радуйся юродивого мудрость века сего посрамившего. Юродиво это у нас то, поэтому думаю, как классно, да. То есть вот насколько святитель Иннокентий, наши детские, насколько он все-таки такие вещи продумал и сказал. И надеюсь, друзья, не отчаивайтесь, православные христиане. Несмотря ни на что, погибло много людей. Мы теперь должны жить за них, за себя. Молиться Господу, упокоение душ их. И видеть и чувствовать реальное присутствие Господа, покрова Божьей Матери, которая нас сохраняла. И дай Боже, дай Боже, чтобы мы прошли все эти испытания, замечая это. И наоборот, наша вера укреплялась. И количество увеличилось, и мы сильно консолидировались, потому что сила в едности.